В общем, я написал книгу, и там был ряд выводов, которые меня сподвигли на поиски дальнейших ответов. И вот эти поиски привели к Алексею, и там у нас очень много точек соприкосновения, в которых я до них дошёл мозгом, а он это давно практикует и на очень глубоком уровне. То есть у него есть ответы на такие очень глубинные вопросы, которые человек, ну, типа, зачем, почему, как. Но эти вопросы лежат в определённой плоскости, которая не каждому, не каждый это поймёт. То есть для этого нужно провести определённую работу с сознанием, чтобы выйти на уровень понимания. Поэтому нужно, тут аудитория насколько будет готова воспринять, да, поэтому ты же свою аудиторию знаешь, какие её вопросы беспокоят, тебе и задашь. Я Алексею тоже сказал, чтобы он по возможности, ну, на том же языке говорил, да, то есть не углубляясь там сильно в какие-то вещи, для которых нужна подготовка определённая. Вот, хотя можно и на эти вопросы поговорить. То есть если ты сочтёшь нужным, что нужно куда-то глубже копнуть, ну, копай. Формат вольный, я озвучил ему, что тебя интересовало здоровый образ жизни. Абсолютно дружеский такой диалог, а из него вы что-то там слушаете. Я в таком виде, потому что мы только приехали с базы, мы… Занимались. То есть он, да, это непосредственно уже практики, то есть это не просто там поговорить, там теория какая-то, да, это уже какие-то вещи, ну, которые там и ломают немножко сознание, вот, но и очень интересно и полезно, и самое главное, это единственное, что имеет смысл вот для меня как бы. Сейчас. Да, мы уже разговаривали на будущее, то есть там получается такая, знаешь, это бесконечная вот такая вот спираль, которая, значит, ты проходишь один виток. Как-то я книгу писал, я же там озадачился вопросом «Зачем?», то есть я прошёл спираль, и у меня опять возник вопрос «Зачем?». Хотя я ответил на этот вопрос на том уровне, но на определённый уровень поднялся, и вот сейчас мы там обсуждаем, причём несколько витков сразу, поэтому интересно. Короче, разберётесь. Спасибо, Дмитрий. У вас какая-то особая система питания? С 2005 года я не употребляю мясо, рыбу, яйца, молоко, алкоголь не употребляю уже давно. Я сравнил свои результаты, я занимался боевыми искусствами, внутренними энергетическими практиками с 95-го года, а с 2003-го основные такие начались скачки сильные. Вот, я начал сравнить результат с алкоголем, с мясом, без него начал комбинировать, как, что это влияет. Мне нужны были определённые, тестация давалась легко у японцев, как я себя именно чувствовал, и на это внутреннее чувство не определялся, то есть на субъективные ощущения, управляемость другая совсем. Уровень нагрузки увеличился, и мне хотелось их тянуть, и я их тащил нормально. Белок стал брать из растительного происхождения. Как давно вы занимаетесь, если говорить про боевые искусства? Самая первая практика – это в 7 лет определённые качества наработались, кое-что передаётся как внутреннее состояние. То есть это не то, что помахай руками, у тебя что-то будет, а это внутренняя работа. И вот на основе этого уже потом пошли первый японец в 7 лет, он сильно видоизменил моё восприятие. Куда он взялся, этот японец? В Японии. Киев прилетел японец. Да. И мы стали общаться. Английский у меня с первого класса хороший. Конечно, у него там ещё было наслоение его именно культуры, которое меня не интересовало. И у меня просто пошла тяга. Я местных тоже стал обходить, но, как вы знаете, когда люди сидят все в консерве, то есть знания общие, они за этот предел не выходят. Не предел страны, а даже предел города. И ты понимаешь, что этот человек больше себе ничего не научит. То есть ты на него там побыл два года или даже три года. По тем практикам, по тем практикам. Ты понимаешь, что надо выходить за уровень страны. А чего вы хотели? Хотел развиваться, познавать. Хотели какого-то результата? У меня не было как таковой одной цели достичь просто какого-то одной точки и этом удовлетвориться. Внутренне не было такого, что вот я хочу именно чего-то от одного и всё. Есть вещи, но это не для этого интервью. Я их достиг, я в этом доволен. Потом пошли уже другие мастера, то есть китайцы, цигун, более китайские практики, индийские, далее китайские мастера, именно китайцы. То есть я и не у китайцев занимался, и у китайцев. Китайских это восемь разных семей. Каждый из них имел какие-то определенные свои качества, которые не имел другой или имел, например, в искаженном варианте. Я уже по своему восприятию их объединял, эти техники, и добавлял в свою систему. У меня две системы. Первая это Ванфубао Цигун, энергетические практики объединяет. А вторая это Айрюэйкидо. Это как Ини-Янь. В Ванфубао Цигун вошли, понятно, что цигуны, то есть это основа 30% где-то. Йога-ситхи, три направления. Тибетский Цзакчен. Тибетский Цзакчен, два мастера разных. По основидениям пять разных школ. Это тоже практики туда идут. Украинские это мальфарство и мамайство. Были казаки, пластуны, характерники, мамайи и мальфары. Это управление состояниями, состояниями других людей. Это восприятие изменения. То есть это работа тоже с энергией, просто из другой традиции. То есть оно всё можно назвать цигуном, всё можно назвать мальфарством. Но есть некая там специфика. Просто это сохранилось на одной земле. Это в Индии сохранилось. То в Тибете, то что-то в Украине. Есть люди, которые этим владеют и сохранили эти практики в автентичном варианте на сегодня. Доступ к ним у некоторых есть открытый, некоторые закрылись. У меня такой синтез получился. Несколько вот таких вот объединённых практик. Это вот за энергетические. За боевые. Там большое присутствие цена. Это заломы захвата и удушения. Потом Тайдзи Сюань двух семей Яни Чень. Багу Аджан семьи Чень. Другие кто-то у кого-то, когда там поперезанимались, там уже идёт искажение. Уже, например, внутренней работы нет. Просто внешняя физкультура. Внешней физкультурой я уже лет 15 не интересуюсь. Так как в УШУ изучают определённые формы, мне это неинтересно. А внешняя физкультура – это то, что не предполагает никакой внутренней работы с энергией? Да, это, например, асаны в йоге, растяжки, фитнес, шейпинг. Такого уровня работа. Бокс, например, если из боевых искусств, это чисто внешнее. Дзюдо, джиу-джитсу. Много стилей УШУ чисто внешних. Но на каком уровне включается работа с энергией? И включается она ли вообще? Мастер имеет эти секреты, формулы, как с этим работать или не имеет? Японцы, китайцы приезжают, они что-то не додают. И когда ты лично занимаешься к ним 200 евро в час, он тебе выдаёт определённые ключи. И это абсолютно кардинально меняет качество твоей практики. А так можно по групповым семинарам бегать лет сколько, и ничего особо не будет. Другая норма – ты с этим соглашаешься или тебе этого мало? У нас получилось. Отец мне всегда проплачивал все эти семинары, выездные поездки, мастеров сюда. У меня к этому нормальная тяга. У меня нет удовлетворения ходить в какой-то клуб, впахивать 30 лет. Когда вы начали сами зарабатывать деньги? С 99-го года, когда начал преподавание. Преподавать что именно? Всё вот это? Да. Индивидуально в группе. Индивидуально. И в группе. У меня было 4 группы, сейчас одна концентрированная. Приехали китайцы, занимались. Один 8 лет, другой 6 лет. Основные такие. Поехали назад в Пекин, Шанхай, или в свою школу. Вы продолжаете жить в Киеве, да? Да. Понятно, что вы ездите, да? У меня ученики есть в Европе, США, в Японии, в Китае. Я к ним выезжаю. Кто эти люди примерно по положению, по профессии? В основном это частный бизнес. У меня спектр техники очень большой. Например, одному надо будет другое. Но женщине, которая там с детьми, ей, например, какие-то энергетические удары, например, в кого-то не нужны. То есть, ну, зачем. И я не всех тренирую. По какому принципу? По принципу энергетического потом использования с их стороны. Поясните. У нас же история бывает разная, когда даёт оружие. И ты его потом применяешь, как только у тебя какая-то эмоция неровная. Вот поэтому я смотрю по имени. Эти аспекты важны. Я их учитываю. Быстро вы понимаете человеку? Быстро. Быстро в течение минут, недели, дня. Иногда взгляда достаточно. Иногда минут пять молча рядом посидеть. Если я в пике, то несколько секунд уже хватит. Человек насколько чётко всегда может объяснить, когда к вам обращается, что он хочет? Приходит не за техникой, да, а всё-таки за каким-то… Он приходит за целью. Я говорю, мы можем это достичь, например, за такой период времени. И вот такими способами. Да. Способы я уже подбираю. Тебе это интересно за такой период или нет? Пришло, например, два человека. Говорят, у нас бизнес стоит два года в том-то и в том-то. За сколько это можно сместить с места? Я говорю, ну, где-то полгода. И реально это получилось сместить за три месяца. А ещё можешь, например… Женщины не было сна, она жена одного из депутатов. Они проездили полтора года по Европе к разным топовым докторам. Особо ничего не смогли сделать. Разные таблетки ей выписали. Потом они решили пойти в сторону психотерапии. Трансы, что у вас в детстве, вот эти все вещи пошли. Кое-что там совпадало, но цель была какая? Возобновить циклы сна. Всё, то есть вот это. Потом это не получилось. Ходила она к разным там уже годалкам, шарлатанам всяким. Эти ей тоже не помогли. Она рассказывала всякого там, что-то про будущее начисали. Потом эта женщина уже там, они вышли из ресторана. У нас где-то какой-то вибборд был в Киеве. И она что-то было, пол-одиннадцатого ночи, берёт, звонит. Алло, я к вам завтра бегу. Я сейчас куплю кимоно, короче, заеду. Я такой, ну ни хрена себе, давайте завтра. Говорит, нет, нет, мне очень надо. После второго индивидуального занятия, это было около четырёх часов каждого занятия, у неё включился здоровый сон. И она без таблеток в шесть утра проснулась, звонит. Куча эмоций, и всё. Потом месяц у неё это всё было. После этого не общались. Результат, результат. Вообще результаты у нас есть на сайте некоторые описанные. Очень разные. Тут какие-то вещи по здоровью, какие-то эмоциональные вещи выровнять. Выровнять, например, результаты по спорту. Кому там надо, например, там всякие олимпийцы тоже обращаются. Мы хотим уставать в два раза меньше, но чтобы тянуть те же самые нагрузки. Хорошо, давайте делаем, занимаемся. Например, подкачать энергетический человек очень сильно можно. Как кому-то что-то сместить в эмоциональном плане, то есть у кого-то какие-то именно блоки, то есть активизоры, чакры энергетические, другие центры, меридианы энергетические, группа всего такого. Вы обращаясь к истории с бизнесменами, за счет чего удалось помочь? За счет практик. Я влияние свое делаю на некоторых, но не на всех. Я им сказал, надо сделать вот это, вот это, они сделали, у них это получилось. То есть это не была новая какая-то реклама или маркетинговый ход, ничего не было. Было все то же самое, просто они работали со своей энергетической структурой. В чем у нас отличие? Мы работаем только с личными энергиями. То есть мы не работаем с религиозными эгрегорами, вообще с ними не работаем. С какими-то внешними предметами, картами, какими-то там рунами, свечками, такими костелями, так сказать, внешними, мы вообще с ними не взаимодействуем, работаем только через личную энергию. Ты уходишь, например, в сон, ну что ты там эти карты или что с собой возьмешь, тебе какой-то ужас приснится, ты с ним не справишься. На утро потеря энергии. Или человек умирает, ты тоже с собой не заберешь. Места силы или места паломничества, где ты там побывал, ты это не сможешь забрать с собой. Или там какой-то амулет, крести, кольца, это тоже не забирается. Или камни. Но носишь ты с камнем, тебе сделали энергетический удар, тебя камень уже не защищает. Все, дальше следующее идет уже в тебя. Вот с этим надо иметь работу. То есть автономность и независимость. У нас нету подключек к мастеру, нет у нас там какой-то линии, традиции, что я представитель и ученик какого-то именно вот этого дядьки, деда, еще кого-то. Я там был, там был, посмотрел, объединил, все. А вы говорите, мы, нас? Организация. Как она называется? Центр Роскутской Домости. Единственный в Украине. Много ли народу там? Народ там качественный, тут фишка не в количестве. Потому что машины в Ламборджине, у них там 10 штук на планету выпустили, их хватит. Взять какие-нибудь там BMW, те же самые Mercedes, сколько их клепают. Здесь именно аспект на качество идет, а не на количество. У меня были группы там по 50 людей, но это полный дурдом. 15 лет назад я еще таким занимался. Потом я их всех поменьшал, 15 человек это оптимально. То есть ты за 3-4 часа успеваешь всех качественно поднять. И мне это более для души. Когда у вас появился первый ученик? Вот в 99-м? В 97-м. Есть какая-то специфика обращений, например, американских, европейских? Можно какие-то там тенденции выделить, что людей волнует, и что у них не получается? Вот именно в зависимости от географии. Разные генотипы. То, соответственно, разная энергоструктура, разное количество энергетических центров. Есть еще древность нации. То есть, например, сколько там лет этой Франции? Очень мало. У нас Киевская Русь, если взять еще три польского культуры, это больше 8,5 тысяч лет. Это разные антропологи утверждают. И делали исследования, значит, около тысячи людей, которых в Украине определенные фамилии, и они живут дольше трех поколений на одном месте. А у них сохранился генетический код больше 60% от той нации, которая жила раньше на этой территории около 8,5 тысяч лет. Какие-то качества на генетическом уровне сохранились, но если их потом не развивать, они затухают. То есть, если ты не ездил на велосипеде и резко тебе сказать давай там какой-то такой выкрутас, ты как минимум упадешь. То есть, это надо память тел восстанавливать. И есть определенные практики, которые позволяют это все восстановить и сохранять. Вернемся к моему вопросу по поводу того, какие запросы у кого? Все хотят, в принципе, одного изложения, здоровья, энергию, чистое восприятие, чтобы не путаться во внутренних каких-то мыслях, там внутренний диалог или еще что-то, чтобы их не отвлекало, чтобы поменять свое финансовое восприятие жизни, уметь проявлять свои какие-то моменты, которые были, например, давно. При каком-то опыте в травматическом заблокировании или какие-то страхи, как у всех людей, то есть, здесь нету какой-то такой жесткой специфики. Где-то процентов 80 у всех идет одинаково. Бывало так, что к вам приезжали прямо издалека, издалека, а вы где-то отказывали? Нет, ну мы сначала уже договариваемся, а не то, что это там раз самолет, я уже к тебе пришел. Нет, сначала звонки, записи администратора. Вы же не можете понять человека по записи или по телефону? Да, все можно. Можно? Да. Как ваш день, в принципе, вот средний ваш день, как он проходит? Вы хотите это записать? Я не знаю, в зависимости от того, что вы ответили. Сновидение, практики, личные мои. То есть, вообще получается так, то, что я сам как себя поднимал и вещи использовал, потому что, например, здесь пять ступеней, ванн футбол цехов. Я, например, сам занимаюсь третьей, четвертой, пятой. Препеду первую, вторую, третью. Сейчас у вас какие-то цели есть отличные? К чему-то сейчас вы идете, особенно на? Да, есть определенные моменты, которые я хочу достичь в практиках, и это получается, есть динамика, нету какого-то чего-то такого, что недостигаемое и какое-то, что что-то меня тормозит. Все по уровню готовности, все по уровню сознания, все по уровню достоинства, на что ты выходишь. И это происходит, это притягивается. Ты правильно на это реагируешь и взаимодействуешь. Изменились, по вашему мнению, люди вот с того момента, как вы начали практиковать и работать с ними и сегодня в целом? Все достигли все свои цели, зачем они пришли, то есть у всех все сместилось. Они стали более все управлять сами, как хотели, не как вот рыба мертвая, и тоже умеет плыть по течению. Они начали менять вектор паруса и смещаться туда, куда им надо. То есть они поменяли качество жизни. Поменялось ли человечество? Нет, все то же самое. У всех сердце работает одинаково, желания у всех одинаковые. То есть желание счастья, желание спокойствия, желание любви, желание денег, желание путешествия, желание самореализации, желание познать себя. Это кто я, для чего я пришел. Все эти вещи мне никуда не делись. Были люди, которым вы не могли помочь? Нет, я сразу знаю, я с этим буду, не буду, потому что я знаю свои возможности, я знаю, какие у меня есть технологии. Некоторых мы можем не садить по деньгам и отказывать. В основном это есть определенные вещи, которые мне, например, энерго затратно будут. И я знаю, человек это сам не вытащит, я его могу подтащить на тот уровень. О, я не хочу столько тратить энергии. Я ему ничего не должен, сразу говорю, не в другом специалисте. Даже когда перед вами стоят на коленях и плачут. Они стоят на коленях, во-первых, потому что я сразу заявляю, что мы с этим не работаем. Про друзей я хочу спросить. Пользуются ли друзья вашей добротой, вашими умениями, талантами? Как здесь у вас баланс? Чаще делают, чем не делают, потому что я понимаю, что у человека ситуацию просто не вырули, у тебя проблемы не разрули. И спрашивая определенные утренние свои структуры, если идет добро, я помогаю человеку. Если идет четкое «нет», «нельзя», я не вмешиваюсь, как бы там человек не начинал. Я говорю, ты понимаешь, у него свой жизненный урок, и ты хочешь через свое эго вмешаться, и насилие все равно получится насилие. То есть да, мы там вырулили ситуацию, но это будет не то. То есть у человека и шла определенная связь событий, определенных ситуаций, проблем, он сам до этого дошел, игнорируя миллион сигналов, которые ему были посланы от его тела и подсознания, и другие люди вокруг, уже что там 350 раз сказали, а потом ты хочешь вот так вот обратиться к тому или к такому специалисту, чтобы он это разрулил в естественной гармоничной уровне уголовного проблемы, а человек будет продолжать так же самое дальше жить. То есть я, например, людей лечу, но только те, которые практикуют и занимаются самой. То есть если человек берет себя в руки, ну что-то у него там, например, процентов 20 долго будет происходить, я знаю, но ему надо сейчас, я могу вмешаться и что-то сделать. И то из позволения своего человека. Вас легко удивить? Приведите какой-нибудь такой яркий пример. Можно два. Если разделить взрослых и детей, то меня удивляют дети. А если по взрослым, то взрослые меня уже ничего не удивляют. Не в энергетическом потенциале, не в своих проявлениях каких-то. То есть у них там зашитая программа, они с ними бегают. Чем вас удивляют дети? Чистотой. Ну, на примере на каком-то. Чистотой восприятия это большой глобальный пример. Мы же воспринимающие существа, если так сказать. У нас это все, что есть. Если у нас забрать восприятие, мы ничем не отличаемся от этого стакала, стола или какой-то там тарелки. Вот и все. И чистотой восприятия, чистотой, возможно, духа, если так еще круто сказать, как это проявляется сквозь материю сюда, как вот, ну все, взгляд, поведение, проявление, восприятие. Ну, есть спектр, вот как, ну вот как-то словами такое сказать. Вы легко помогаете политикам? Смотря каким. Смотря какой у нас договор. А он всегда есть сначала. Хорошо, я спрошу, вы верите в честных политиков, в хороших политиков? Понятно, что это звучит очень условно и очень так... Я понял. Честность, она относительная, как и все другое, как правда, неправда, добро, зло. Это все относительные вещи, как Эйнштейн говорил. А вот уже достигнуло чего. И генцы квадрата, так и все вещи. Нашим, вот таким, то, что вы говорите, там честность, нечестность, делает ум. Он нас принимает, он начинает делить. Это хорошо, это нехорошо. Если это по твоему шаблону восприятия, стереотипу, вот этот человек невыгодный, он хороший, я буду с ним взаимодействовать. Что-то за рамками шаблона, нет, я с ним опять не буду проводить. Поэтому здесь восприятие важно не через хорошо, нехорошо, хочу, не хочу, а через то, как более глобально идет воздействие. Все. Вы прекрасны. Спасибо. Я хочу услышать ваше мнение о политике в целом. Есть человек, у которого свои проблемы есть. И вот ты можешь ему помочь или не можешь. Хочешь, не хочешь, есть у тебя время, нет времени, сошлись вы там по этическим кем-то аспектам, не сошлись, по финансам сошлись, не сошлись. Какой технифон хочет, для чего, какая цель, как вот в спорте, раньше, как в спорте, честно выходил один против другого бойца. А сейчас, например, в один экстрасенс ему качает энергетическое поле, другой качает его силу реакции, третий делает подавление, например, противника, если мы берем какие-то крупные соревнования, другой еще что-то там делает. Сидят люди, некоторые в зале, некоторые дистанционно через фотографию работают. Кстати, мы через фотографию не работаем, а через видео. Мы работаем вообще напрямую. Это в чем большое такое отличие. Поэтому учитываешь эти законы, как эта энергия работает. И если вообще крупно все взять, то все равно вселенная хочет баланса во всем. Через разных людей. И смотрим мелочь на наши ситуации, там конкурент, не конкурент. Но в сумме, когда у того бизнес загнется, он что-то другое откроет, свою линию. У него будет новая, другая самореализация. И по сути, сквозь меня, через просьбу этого человека, в сумме, через хронистические события, этот запустит что-то дальше, что ему туда уже надо было сместиться 10 лет назад. А он подцепился в какой-то тот кусок, который физически, например, мешает этому человеку по бизнесу, например, привели. То есть все очень широкомасштабное, но не такое плоское, как черное и белое. Но не черное и белое, очень даже далеко. Про экстрасенсорику можете что-то рассказать? У нас есть определенные центры, сенсоры, каналы энергетические, которые в последней жизни у нас не задействуются. Почему? Потому что мы находимся в бытовом сознании, то есть в суженом состоянии сознания. И из-за этого мы не используем какие-то другие вещи, которые у нас и так идут с рождения, не развиваем, потому что это в социуме не востребовано. В религии кто-то что-то при определенных молитвах, концентрациях, медитациях кто-то что-то достигает, но всегда идет на слойкое религиозное. Мне это не нравится, поэтому я всегда искал техники и добавлял только такие техники в свою практику, которые без каких-то таких окрашиваний, или политических окрашиваний, или религиозных, философских. Мне философия какая-то не надо. Есть вот чистое восприятие, и все, это и есть твоя душа, дух, через который ты это все смотришь. Главное различать, где твое хочу-не хочу от ума, а где чистое восприятие. И эта вся фишка, все искусство заключается в поддержании этого чистое восприятие, и все. Особенно, когда ты принимаешь какие-то важные решения. То есть не надо изменить состояние сознания, например, чтобы помыть руки, или чтобы поесть еду. Но в других определенных вариантах оно очень тоже надо. Без этого никуда. Как вот эти вот каналы прокачать эти способности? Есть определенные техники, которые долго делались, которые быстрее, но вредят больше. Есть такие, которые и быстрее, и не вредят. Это надо знать, что как. Это секрет этой методики технологии, которую оттасея в Украине, Китае, в Индии брать. Они много у них веков сохраняются. Все так сложилось, что у меня получилось побывать у тех и тех мастеров, которые в сумме дали эти вещи в сервере. А что-то человек может делать сам, не обращаясь к мастерам? Вы можете какой-то универсальный, несмотря на всю глупость этого слова, дать совет? Не употребляйте алкоголь, уже будет чище сознание. Ложитесь спать, так как это в природе. То есть, солнце зашло, там, например, в 9-10 ложиться спать, вставать с солнцем, пить воду достаточно, больше есть фруктов, овощей, это 50% вашего рациона должно быть на протяжении дня. Не цепляться за чужое поведение, что себя сегодня человек поведет так же. То есть, допускать возможность хоть небольшую, что человек может себя по-другому проявить. То есть, позволять каждому быть самому собой, а не наслаивать свой тип, какое-то мышление, поведение на других людей, чтобы была определенная свобода восприятия у другого человека тоже. И вообще-то человек получает то, что он излучает. Что у вас внутри, то и у вас окружают такие ситуации, проблемы. Поменяйте себя, меняете мир вокруг себя и не как по-другому. Если думать, что вот тот твой враг или еще там кто-то, это тебе говорит ум, потому что он определяет, это вот такое, это вот такое. Как только ты начинаешь этому верить, ты теряешь свое личное, чистое восприятие. То есть, не восприятие личности ума, которое делит на дуальность в день-ночь, там, хочу-не хочу, люблю-не люблю, или какая-то условность, ты мне это что-то дашь, я тебе что-то дам. А более... Широко. Да, во-первых, широко, потому что ты видишь уже не черно-белый цвет, а, например, там, 300 миллионов цветов. И ты понимаешь, оно все вот такое многограммное, объемное, живое, и живое все. И когда у тебя такое восприятие меняется, ты уже по-другому смотришь на вещи, по-другому любое ценишь. Можно несколько слов о любви? О истинной любви? Это основной центр. Есть физический уровень, а есть уровень безусловной любви, это когда от души идет, а есть уровень небесной любви, ну, еще их там несколько других есть. Это уровень чистоты внутреннего взаимодействия с другим человеком. Хотела, знаете, что сказать? Чтобы вы сказали о различии любви и брака, как очень часто это совершенно разные вещи. Ну, желания, страсти. Да, это разные вещи. Физический уровень страсти и любви, который вот так называют, он до трех лет в основном. То есть люди наигрались, и распадение идет. Если не включился сердечный центр, в принципе, можно вообще ничего не говорить. То есть эти люди обязательно разойдутся. Почему вот в СНГ очень большой процент разводов, начиная с 2000 года и сегодня по статистике? Почему? Потому что люди только смотрят на внешнее. Сегодня очень много внешних предметов всего не было. Нехватка еды, нехватка автомобилей, нехватка еще... Называют это общество потребления. Да, рынок бабахнул, и люди забыли обращать внимание внутреннее, что в середине. И это призвело к таким вот уже вещам. Выход – это концентрация внимания идет на внешнем. У тебя должно быть в эквиваленте, если хотя бы не 50%, а 50-30, ты предъявлял внутренней работе. Это самая сложная работа над собой. Пойти в фитнес-зал, прокачать попу, мышцы какие-то там, ну, чего угодно, там, спину, кому что надо, там, грудь. Это очень просто. То есть мышца растет, ты даешь себе там тонусу того, что поехал. Менять себя, почему, для чего я такой, пусть меня все таким воспринимают. Это уже искусство. Работа над собой самая сложная. Страх личности перед новым. Новое никогда не произойдет, когда ты старое не отпустишь. Тебе должен произойти переход. То есть ты должен идти в новое, отпустив старое. Ты не можешь сидеть на двух стульях одновременно. Каждый предмет сделан функционально, чтобы Вселенная через каждого человека себя могла тоже проявить. Она тоже обучается, мы как зонты, в космосе, чтобы это получилось. Надо соответствовать вибрации, то есть быть человеком. Человеком на большой буквы, а не просто общество потребления, которое навязывается очень сильно рекламой. Идет смещение ценностей. И смещение получается тогда, когда вы меняете внутреннюю вибрацию, меняется энергия в ваш энергетический центр, и другие ситуации, другие люди к вам подтягиваются. Это и есть один из вариантов выгода. Единственное, что как, по какому принципу должен жить, это то, что говорит тебе твоя душа. Все остальное это внешние законы, написанное для ограничения твоего восприятия, твоих свобод. Почему? Очень просто. Такой человек невыгоден ни в медицине, если он здоровый. В политике ты можешь что-то там сказать, которое будет вразрез, но это будет внутреннее сильное истинное, которое на уровне сердца все понимают. И это, например, что-то не по совести неправильное. Совести — это сигнал души. Вот это надо слушать. А если душа говорит плохое? Ну вот откровенно плохое, по всем нравственным законам. Душа — это свет. Свет не бывает темным. Темнота — это отсутствие света. И вот эти все вещи, типа просветления, это все просто, чтобы был свет. Нет какой-то темноты. Нет энергии, как темнота. Есть просто отсутствие света. То есть у тебя или есть энергия, или нет. У тебя там черная энергия. Есть энергия, просто она низкой вибрацией, низкого порядка. И ты будешь излучать, например, страх, сомнения, какие-то, депрессия, вот эти все. Это очень медленная энергия. И поэтому любовь — это один просто из правильных состояний, в котором человек должен пребывать. В любви, в первую очередь, к себе. И только когда человек любит себя, принимает, ну то есть через принятие, тогда идут другие все, следующие аспекты. Получается, тогда можно кого-то любить. А так, получается, это все взаимовампирство, взаимоиспользование. И когда человек, человек у другого выжимает, как вот выжитый какой-то там фрукт, там ничего не остается, и другой человек подсознательно для самосохранения взрывается, это как конфликт, там ссора какая-то, и люди расходятся. По любви — это второй уровень, это сердечный центр. Такие люди могут жить, в принципе, всегда, но точно больше 21 года вместе в союзном браке. Но тоже есть очень нюансы. Это я вам так схемы рассказываю. Ну да, я... А на самом деле... Понятно, что все делается в нюансах. ...включится какая-то та или другая энергия, которая будет мощнее, и по количеству ей будет больше, она снесет такое восприятие, такое поведение, такие привычки. И, например, какие-то привычки, они просто слетят. Третий — духовный центр. Это сознание, это дух. Про любовь, если, да, договорились? Да, это всё дальше, это небесная любовь. Если на этом ещё, то есть идёт и нижний, и плюс второй, и плюс третий, все три, это как раз идёт три единства. Надо уметь сохранить баланс между социальной жизнью, не выходя куда-то в горы, там, всех поставить на трябуку. Я там такой умный, смотрите, у меня здесь стресса нет, я такой хороший сижу. Врачевая капуста. Да, с них толка нету. Он в изоляции, он искусственно залез куда-то, ты его в метро засуешь, ну или там, как что-то. И он не выживет условно. Ему на ногу три раза наступят, пихнут он, женщину увидят в короткой ёбке, у него всё вот это его святость и выпишут. Это так вот слетится. А ты сам, по сути, должен уметь, ты придаёшь свою душу, свою мудрость, которая заложена в тебе, когда ты начинаешь бегать кому-то. Раз обратился, два, но ты дальше должен включиться автономность. Абсолютно всё автономно по вселенной. Волк будет бегать ко второму волку, слышь, там, типа, дай пожрать, опять на второй день прибегает, ещё раз, давай, мне понравилось. Нет такого бреда, люди только начинают искусственно, через свой глупый ум какую-то такую фигню делать, которая уничтожает и планету, и их, и вообще всё нормальное, которое было создано в мироздании, в балансе, в гармонии. А сами ходят на йогу, думают, что они там просветлённые, духовные или ещё что-то. Ну, на самом деле, это просто внешняя птичка. Как полюбить себя? Принять. Таким, каким есть? Да. А потом менять. Но не под социальную норму, вообще, 100%. А что делать людям, которым отец не оплачивает? У которых нет денег на вас, нет денег на другого мастера, нет денег даже на билеты в Индию, да, условно, там ещё что-то. А что им делать? Где искать себе учителей? Они хотят. Они хотят не только туалет и картошку, они хотят что-то ещё. На самом деле, это большая неправда, это ложь. Хотят. Если хотят, это не достигает. Возможности будут? Но вы же говорите, что угол. Мы ищем причины, чтобы ничего не делать. Если у тебя есть желание, то ты находишь способы достижения этого желания. Если ты упираешься умом в какие-то причины, мне там сложно или дорого, или ещё что-то, это просто для того, чтобы ты свою лень подживил, подкрепил и действительно ничего не делал. Обосновавши, вот смотри, мой друг Петя, Сергей, Антон, Вася, они ничего не достигли, как это у меня получится? Я же говорю, надо чуть-чуть посмотреть по-другому, то есть уникально на себя, а не через социальные вот эти нормы и призмы. Хочешь быть как все, пожалуйста, так и не хотят одни каких-то других вещей, которые другие вещи. Ну, вещи в смысле не материальные, а вот просто какие-то желания. То есть удовлетворяйся тогда тем, что ты рыпаешься. Но если ты уже рыпаешься, значит, уже как-то иди другими шагами и до конца. Насколько правильно, на ваш взгляд, идея, что всё родом из детства и все проблемы надо колупать, искать и так далее? Нет, многие, но и абсолютно не все, другие они потом. Потому что есть взрослые люди, которые до сих пор 50-60 лет, которые всё время отсылают себя же к тем временам, ищут свои оправдания себе там. Посмотрите, это они просто не смогли выйти оттуда. То есть они там остались. Сознание. Мне кажется, это неправильно. Если человек при этом никому не вредит... Он вредит себе. Он вредит себе тем, что он себя не раскрывает, потанцевал. То есть идёт такое ограничение. Но если он делает какую-то работу нормальную, не стреляет в людей, ни на кого не кричит, не бьёт, там живут, например, если это мужчина, то, в принципе, как бы, ну и фиг с ним. Если мы говорим про раскрытие, то, конечно, это мешает полному раскрытию, раскрепощению, проявлению духа возле его вот эту всю тушку, которая это всё тормозит. И алкоголь, мясо – это два просто таких элемента, которые сильно тормозят проявление вот этих всех аспектов. Сердце закрывается, потому что, если страдания ты даже костяно заказываешь кому-то, там, убить кого-то, это всё равно кровь, это всё равно страдания. Ты там пальцы порежешь, больно, там девушки плачут. То же самое, представьте, как больно всем этим всем. То есть накачивается очень сильно на планете эгрегор страданий. А потом, как ты хочешь, чтобы у тебя счастливая семья была, когда ты даже в уровне пищи делаешь страдания друзьям? Все несут равномерную ответственность. И получается, на одном уровне качество жизни все никогда не получат. То есть, то, что вы говорите, как вот там тому человеку, ну, никак. Никак, или сместиться с той точки, в которой он находится. Как сместиться, это уже спросить себя, а не какого-то дядю по какому-то там супертренингу, как мне жить. У дяди надо спросить, какие техники мне надо применить, чтобы я стал автономным, чтобы я сам умел ловить рыбу, а не каждый день прибегать к вам за новой порцией. Вот тут это вот идет очень плохая подключка под себя. То есть, привязывание. А надо наоборот. То должно случиться, чтобы это изменилось. Ну, как индейцы говорят, пока не вырубают последнее дерево, до людей не дойдет. Почему? Потому что людей поддерживают определенные тупости. Вот, наконец-то я слушаю адекватно ответный этот вопрос. А как вы относитесь к искусству и ко всякого рода театрам и прочим? Очень позитивно. Мне очень нравится. А кино? Кино сейчас же, знаете, мало нормального чего-то есть. С киноризм хороший фильм до костей. Ничто человеческое вам не чуждо. Что ты хочешь запустить в человеке, то и есть возможность запустить в нем. Это как многомерная такая вот структура, вселенная. Вот. Просто надо знать, что, как, какие механизмы. Как, например, поддерживать там тоже самое хорошее настроение. Вы знаете, вот следите над какими-то вещами, что, как сказать. Вы подбираете бутон, подбираете свою одежду, подбираете свой взгляд. Ну, и много чего нового. У вас есть любимый ученик, к которому вы всегда едете с радостью или встречаетесь с ним с особой радостью какой-то? Все ученики любимые, абсолютно. Есть определенное качество, которое есть у кого-то, у кого-то нету. Кто-то там больше то разве, кто-то больше то. Мне, например, с этим интересно вот эти вещи поработать, а с этим больше вот эти вещи протянуть. Первая ступень, она идет общая, то есть там очень много чего, 170 техник, и она очень широко разноплановая, но она цельная. А вторая, там 20 направлений. И там у нас уже как бы дружеские такие отношения. Это тенденческий труд. А жена чем занимается? У нее высшее образование из Соличенко, красный диплом, вот эта психология. Она занимается в Айдедо, 2002 года, пятый черный пояс. Семь, он занимается давно тоже вот этой системой другие практики, она много занималась. Про нее тоже на сайте есть. Класс. Я побегу? Хорошо. Спасибо большое. Сфотканье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин